Приветствую вас. Текст получился довольно объемный, но в целом в нем про одно и то же, это про то, что в начале человек был довольно тревожным всегда, волновался за учебу и здоровье, волнение проявлялось в боли в животе и мокрыми ладонями. Вот, был период, когда человек проверял входные двери, галстый утюг. Вот, этот период прошел, когда человек отвлекался на учебу и сбивал свои мысли в установку, что в любом случае ничего страшного не произойдет. Проблема появилась уже когда человек в отношениях, вот, начал быть, а именно в невозможности при партнере есть и семантическая реакция, значит, от волнения. То есть, вот, в его присутствии, да, автор вопроса волнуется и, соответственно, не может при нем есть. Ввиду того, что человек явно себя, значит, накручивает достаточно сильно, вот, что... Передумала, автор вопроса, все возможные варианты, вплоть до расставания. И сейчас получается так, что сильнее всего ее вот привозит какая-то такая вот перспектива молодым человеком стала. Плюс она изучала формы и там, значит, ей сказали, что, возможно, она не принимает своего партнера. Вот она говорит, ну, как это, я его не принимаю, если я его люблю, вот. Ну и сейчас то, о чем говорит автор вопрос, это то, что вот с ним она видит свое будущее. Так скажем. Вот. И, соответственно, запуталась и не знает, что делать. Вот. Если честно, то у меня от прочтения вашего текста сложилось такое... Впечатление, что вы находитесь в области большого стыда. То есть, да, у вас само собой наличество вот тревога, это правда. Но мне видится, помимо тревоги, мне видится еще и такой элемент, что у вас довольно серьезно присутствует вот чувство стыда. В частности, история про то, что я не могу есть вот при партнере, да, это вот история простая. То есть, я не могу есть, я делаю что-то, ну, что-то плохое, я делаю что-то вот ужасное и, соответственно, там, грубо говоря, ну, не могу расслабить. Вот. То есть, это, как мне видится, история такая вот, она не случайна. Это история. То есть, это история именно про стыд. Значит, что такое стыд и что такое тревога? А также, вот, если можно так выразиться, ну, то, вот, элементы навязчивости, которые вы описываете. Значит, стыд это про подавленную злость, про подавленный протест, про в принципе и в целом определенные ваши чувства, которые в точке стыда, в точке, когда возникало осуждение. Вот. Вот. За это. Появлялись, но подавляли. Вот. Вот что такое, в целом, стыд. То есть, здесь нужно, как мне видится, посмотреть, что еще вы чувствуете, что еще вы ощущаете, когда вот мы говорим. Об этом самом, получается, стыде. Да? То есть, что еще вы чувствуете. Что касается тревоги, то это некое ожидание угрозы, постоянного, если быть точным, ожидание угрозы. И как следствие, как следствие этого, постоянное напряжение. То есть, вот, в данном случае, когда вы говорите о том, что вот, ну, мало ли там вот, вдруг что-то, значит, что-то случится, да, и так далее. То есть, вот, вопрос-то здесь самый главный какой. Почему? Почему? Почему должно случиться именно вот то, что вы, ну, то, что вы назвали, то, что вы придумали. Вот. То есть, почему должно это случиться именно. Это очень интересный момент. Поскольку случиться должно что-то плохое, то я, конечно, рискну. предположить, что речь идет об определенной агрессии. Ну, вашей. То есть, какая-то вот здесь преследует агрессию. То есть, это история, это история про то, что я во вне выношу, во вне. То, что есть во мне, во мне есть какая-то вуз, во мне есть какая-то агрессия, во мне есть какая-то, ну, какая-то вот реакция на что-то. Я это приписываю внешнему миру. Вот. Важно это отследить и увидеть. Вот. Пока что, пока что, моя идея заключается в следующем. Что, вот, ваша природность, она не прислает ниоткуда. Что-то. Ваша природность, ну, она, она как бы имеет свою природу какую-то. Вот. Эта природа, она, вероятно, связана с внешней гиперопекой. Вот. То есть, кто-то у вас, вот, довольно серьезный, вероятно, гиперопекар. Вот. Кто это был, сказать сложно, потому что, ну, конкретно, вот, сейчас, да, нет такого понимания, да, конкретно, сейчас нет. Эм, видение того, кто вас, эм, кто вас эм, гиперопекал. Ну, то, что кто-то вас эм, гиперопекал, это факт. А факт очевиден совершенно. Вот. Ну, и, э, вы, вот, к какой-то степени, э, эту вот, идею защищенности, да, да, вот, вы ее, ну, продвигаете, вот, вы продвигаете, вот, знаете, эту идею защищенности, в принципе, э, до сих пор. Но она же, эта идея защищенности, э, в целом порождает, такую вот, знаете, тотальную несвободу, к сожалению. Вот. И, вот, в этом, э, в этом состоянии, в этом состоянии вы и находитесь с одной стороны. Вы стараетесь себя защитить, потому что угроза чего-то для вас актуальна и страшна, а с другой стороны это рождает тотально, э, э, ну, может быть не тотально, а прямо, да, но чувство несвободы. Вот. Вот. Что порождает агрессию? Вот. Агрессия это, в данном случае, такой вот для вас способ, э, ну, выжить. То есть, вот так вы выживаете. Вот. Вот. Ну, ничего в этом аномального нет. Ничего в этом плохого нет. Видите ли, вы говорите о том, что как я могу человека не принимать, если я его люблю. Вот. С одной стороны, с одной стороны, вы правы. То есть, действительно, вот если вы, ну, как-то вот человека не принимаете, да, то, наверное, есть основания как-то полагать, что, ну, вот, что где-то вы его действительно не любите. С одной стороны. С другой стороны, ну, э, если вы что-то в человека не принимаете, это ещё не означает, что вы его не любите, потому что вопрос здесь больше касается того, что именно вы не принимаете и почему. То есть, э, очень может быть, что речь идёт не о человеке и о том, что вы в нём не принимаете, а очень может быть, что речь идёт о том, что вы что-то не принимаете в, ну, в себе. Понимаете? 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 То есть, очень может быть, что, м-м, что речь идёт именно об этом, что есть что-то, что вы не принимаете в самой себе, и вот это в себе не принимая, вы приписываете это человеку. Вот. Вот. Вот в том, например, что вы, ну, в том, что вы пишете, что видите о будущем с ним, вот, я вижу в этом, конечно, некоторую вашу, ну, некоторый ваш, может быть, страх перед будущим. Некоторую, некоторую вашу, может быть, ну, какую-то тревожность перед, ну, перед миром окружающим, да, перед какими-то жизненными историями и так далее. Вот. Вот. То есть, это желание на человека опереться. Желание на человека опереться-то есть, но только вы, на мой взгляд, хорошо помните ощущения этой несвободы. То есть, вот вы, когда проверяли утюги, да, и газ, там, вот, вы же, наверное, помните это ощущение напряжения. Ну, естественно, вы на это будете, будете реагировать, ну, протестом. Вы будете на это реагировать, скажем прямо, плохо. Вот. Вот. Что, нормально. Вот. И отсюда идет такое вот, как мне кажется, опорожение. Какой здесь выход? Ну, в первую очередь, наверное, работать с угрозами. То есть, вот, с этим чувством угрозы, с которым вы, получается, как бы, сталкиваетесь в своей реальности, сталкиваетесь в своей реальности, как будто бы, постоянно. Вот. Придать этой угрозе реальную форму, оприметить ее, вот, увидеть для себя, что в этом для вас такого страшного, и есть ли в этом для вас на самом деле, что-то, что-то страшное, или вы, ну, допустим, откуда-то у кого-то вы это узнали. Вот. Понимаете, да? То есть, здесь, именно, поработать с вот этими аспектами нужно. Вы себе не доверяете, поэтому вы выносите, выносите какие-то вещи либо в интеллект, либо во внешний мир. Вот. А самое главное, вы, вот, будучи человеком не очень уверенным в себе, вы, вероятно, не привыкли выражать против. Вот. Ну и, а, напоследок, немножечко по поводу того, что вы, вот, не можете при человеке есть. А, какая здесь история? Вот, а, когда человек ест, по крайней мере, так часто довольно бывает, что когда человек ест, когда человек, вот, как-то, а, значит, спит. Это про беззащитность. То есть, знаете, вот, когда, а, а, в природе, а, а, хищник, он убегает, чтобы поезд. То есть, хищник, а, а, ну, не только хищник, вообще, животные стремятся найти безопасное место, чтобы поездить. Вот. Потому что они в этот момент уязвимы. И человек чувствует себя уязвимым в этот момент, когда он ест. Но если для хищников есть реальная угроза, что на них действительно нападут, вот, те же охотники, например, элементарно могут напасть на животное именно, когда оно ест. То, само собой, для людей такой опасности нет. Но, тем не менее, для вас эта опасность существует. Она реально. И наша задача, с вами, заключается в том, чтобы постараться увидеть природу этой опасности. Ну, возможно, это только моя гипотеза, но, возможно, у вас именно с едой связан какой-то негативный опыт. То есть, мне вот опять же, например, показалось, что, что вы вполне можете, там, условно говоря, не принимать свою фигуру, или бояться, что, вот, если я буду есть, да, то, там, персонам нравится молодому человеку своему и так далее. Вот. То есть, такой вариант. Естественно, это, ну, на данный момент, это только предположение. То есть, я ни в коем случае не говорю о том, что так оно есть. Просто хочу, чтобы вы, ну, постарались рассмотреть этот вариант. То есть, ну, посмотреть, что со мной происходит, да, то есть, что такого страшного для меня, в том, что я, вот, ну, могу, там, условно говоря, поесть, как бы, за человеком. Вот. То есть, что такое будет-то? Вот. Что для меня в этом? Вот. Может быть, даже, почему именно деда, ну, почему именно деда, да, как бы, тут, вот. Ну, как бы, как бы, конкретно, вот, именно деда, почему, что-то другое, да. То есть, это тоже вещь, которую, вот, нужно рассматривать. В целом, вы не задаёте свой вопрос, то есть, вы не спрашиваете, от чего вы хотите от психолога, вот. Ну, на мой взгляд, большая когнитивная ошибка ваша заключается в том, что вы свою островозность позиционируете, как, вот, что-то такое, ну, постоянно, как бы, вот. То есть, что-то такое, что, вот, ну, всегда был стран, ну, условно говоря. Да, это, ну, вот, это не совсем, э-э, полезно для вас. Это, не, э, не совсем, э, корректно для вас. Вот, потому что в этой ситуации вы просто становитесь, по сути, заложником своего состояния, как бы, а вы не заложник своего состояния. Вы можете это изменить, но для этого нужно, пожалуй, что учиться жить, вот, так бы, вот, так бы я сказал. То есть сейчас, но на данный момент получается так, что жить вы не умеете, вот, все вам нужно контролировать. Отсюда вполне возможно такое восприятие и молодого человека, как некой, такой вот, скажем так, сверхценности, вот. То есть, ну, вот именно сверхценности, я увижу, вот, как некую такую сверхценность. В этом все, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать на завод работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.